Мать похищенной жертвы Она сказала, что любая мать понимает то, что чувствую я сейчас. Пожалуйста, оставьте нас с мужем одних. Фрагмент радиопередачи «Новости Сиэтла». Солнце заливало столовую, за окнами которой были видны ухоженные газоны и их частный ручей. Когда Дэвид сел напротив матери, чтобы позавтракать, в голосе женщины чувствовались нотки раздражения. Хмурый взгляд проложил резкие вертикальные морщины на ее лбу. Вены на левой руке приняли оттенок ржавчины. На матери было нечто розовое и кружевное, желтые волосы встрепаны. Вся столовая была наполнена ароматом ее лавандовых духов. «Дэви», — сказала она, — «надеюсь, что ты не возьмешь в лагерь этот свой дурацкий нож. Ради бога! Ну что ты будешь с ним там делать? Мне кажется, твой отец был не в своем уме, когда дарил тебе такую опасную вещь». Мать позвонила в маленький колокольчик, позвав кухарку с завтраком для Дэвида. Мальчик не отрывал взгляда от крышки стола, в то время как розовая рука кухарки ставила перед ним тарелки. Хлопья с молоком были такими же желтыми, как и скатерся на столе. От тарелки исходил запах земляники, которую смешали с хлопьями. Теперь Дэвид уставился на свои ногти. «Ну?» — спросила мать. Иногда ее вопрос-ответы не требовали, но это «ну?» давило. Мальчик поглядел на женщину. «Мама, в лагере у каждого есть нож». «Зачем?» «Ну, чтобы отрезать что-нибудь, вырезать по дереву и тому подобные вещи». Он принялся за еду и ел целый час. «Надо было тянуть время». «Ты отрежешь себе пальцы», — сказала мать. «Я просто запрещаю тебе брать с собой такую опасную штуку». Дэвид пережевывал хлопья, глядя на мать таким же образом, как делал это отец, продумывая возможные контрдействия. За окном ветер шевелил деревья, окружающие газон. «Ну?» — настаивала мать. «Ладно, что ж поделать», — сказал ее сын. «Всякий раз, когда мне понадобится нож, придется просить у кого-нибудь из ребят». Он снова набил рот хлопьями, отдававшими кислотой земляники, ожидая ее ответа и расценивая возможность поездки в лагерь без ножа. Дэвид знал ход материнских рассуждений. Ее отцом был Проспер Моргенштерн, а Моргенштерны всегда имели все только лучшее. «Если он собирается каким угодно путем взять нож в лагерь...» Мать закурила сигарету, рука с зажигалкой одернулась. Потом она выпустила изо рта струю дыма. Дэвид снова принялся за еду. Мать отложила сигарету и сказала. «Ну ладно, только будь поосторожнее. Я буду делать только так, как показывал папа». Мать глядела на него, барабаня по столу пальцами левой руки. При этом на безымянном пальце вспыхивал бриллиант. «Даже я не знаю, что делать, когда оба мои мужчины уедут. Сегодня папа будет уже в Вашингтоне. А ты в своем дурацком лагере. Ведь это же самый лучший лагерь! Будем надеяться, что это так. «Знаешь, Дэвид, нам всем придется переехать на восток». Сын кивнул. После последних выборов его отец приехал сюда, в Кэрмэл-Воле, и вернулся к частной практике. На три дня в неделю он ездил в другой город, Пьянин-Сулу. Иногда к нему на уикенды приезжал и Проспер Моргенштерн. В городе у семьи были апартаменты и женщина, присматривающая за квартирой. А вчера отцу позвонил кто-то важный из правительственных кругов. Потом были и другие звонки в доме Роспереполох. Говарда-Маршала назначили на очень важную должность в Госдепартаменте. «Мам, ведь как смешно получилось, а?» «Что, дорогой? Папа едет в Вашингтон. И я тоже. Но ведь это же другой Вашингтон!» — улыбнулась мать. «Все равно в честь одного и того же человека!» И в самом деле... В столовую скользнула миссис Парма. «Простите, мадам, я сказала Питеру, чтобы он уложил вещи молодого мастера в машину. Может, нужно что-то еще?» «Благодарю, миссис Парма. Это все». Дэвид подождал, пока миссис Парма выйдет. Потом сказал. «В буклете про лагерь говорилось, что у них там есть воспитатели индейцы. Они будут похожи на миссис Парму». «Дэвид, ну хоть чему-нибудь учат тебя в твоей школе?» «Я знаю, что индейцы бывают разные. Так мне интересно, если их называют индейцами только потому, что они похожи на нее». «Какая странная мысль». Она покачала головой, поднялась из-за стола. «Иногда ты напоминаешь мне своего дедушку Моргенштерна. Он привык считать, будто индейцы — это одно из пропавших колен Израилевых». Она пожала плечами, провела рукой по столу, потом поглядела на нож, висящий на поясе сына. «Так ты будешь осторожен с этим идиотским ножом? Я буду делать все так, как говорил папа. Не бойся».